Но есть же объективно плохие фильмы? Сталкер, наверное. Люди там спят, едят. Ой, ну это вообще какой-то арт-хаус. Да ладно, успокойтесь. Это вообще совершенно не так. Есть ли роли, которым ты завидовал? Гарри Поттер. Посмотри, это вообще полный арт-хаус. Все все понимают. Роль мечты, она вообще существует? Ну-у-у. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы находимся на телеканале Кино ТВ. И открываем новую рубрику, в которой я, кинокритик Денис Виленкин, буду общаться с героями завтрашнего дня. Актерами, режиссерами, с людьми, которые являются лицом сегодняшнего российского кинематографа. У нас в гостях Юра Борисов. Юра, приветствую. Привет. Хотелось бы получить от тебя честные ответы на разные вопросы, которые касаются твоей карьеры, твоих планов, в которых ты видишь себя в будущем. Давай начнем с самого простого. Кино или театр? Нет, нет разницы. Ты работал в театре Сатирикон, но ушел оттуда всего, проработал, по-моему, два года. С чем это связано? Ты тяготеешь больше кино по каким-то причинам? Тогда так получилось, что у меня было больше какое-то романтическое представление о театре, ну, как о том месте, где люди не спят, не едят, а только репетируют и ищут какие-то новые формы. Я не знаю, новый смысл какой-то, еще что-то. Оказалось, что люди там спят, едят, и у них есть куча своих дел, они получают зарплату и так далее. И мне все это, как сказать, опротивило. Я не к этому готовился в институте, так скажем. Мечтал не об этом, и поэтому тогда очень быстро оттуда сбежал. Но тебе интересны новые формы, я так понимаю. Судя по твоему инстаграму, где ты выкладываешь очень близкие портреты людей, ты, как художник, ищешь какие-то новые формы постоянно. Это одна из причин, да, почему ты решил оставить театр? Ты не чувствовал себя там художником? Да не знаю, просто не сложилось. Ну, как-то вот так в тот момент не сложилось. Но я очень хочу, как бы, в театр. Ты бы хотел... Даже не столько в театр, сколько просто в место, где можно экспериментировать, что-то искать, что-то делать. В кино часто это получается? Иногда получается, иногда совсем не получается. Один из твоих предыдущих проектов от Герда Наташи Кудряшовой. Там, насколько я понимаю, получалось, да? Это какое-то артхаусное очень кино, о котором пока мало что известно. Что ты можешь пока рассказать о своем герое? Слушай, ну там как раз я играл персонажа, который художник, живописец, как бы, можно сказать, который при этом работает на кладбище. Ничего себе! В принципе, все, что я могу рассказать о нем, это человек, который ищет новые формы не только в искусстве, а в самой жизни, грубо говоря, мне кажется. Но он не работает гробовщиком, он просто работает на кладбище. Он работает гробовщиком. Это он. Супер. Был такой классный старый фильм итальянский, назывался «О смерти, о любви». Может быть, ты слышал, там как раз гробовщик, он чувствовал себя, ощущал себя художником. Мне кажется, это вообще очень интересная линия того, как человек, который соприкасается со смертью, пытается какую-то красоту, тем не менее, в себе нащупать. Ну, там немножко по-другому, потому что ты говоришь о том, когда человек первопричиной его это работа, да, и поступает, а следствием как бы поиск вот этого. А тут наоборот, как бы, он от поисков работает. А где не получалось вот искать? Потому что ты очень поисковый актер, который даже, на мой взгляд, не очень удачных проектов, всегда находит какой-то ключ к герою и всегда очень заметен на экране. Где у тебя, по твоим ощущениям, не получалось? Где тебя останавливали, может? Ну, поначалу меня везде останавливали. Ну, если ты не снимаешься в каком-то фильме, где, как бы, много художников и люди хотят что-то, как бы, создать новое, а когда ты попадаешь в какой-нибудь сериал или не самый хороший фильм, там все иначе. И если у тебя есть какой-то микроавторитет, наверное, сейчас, то ты, как бы, почему-то твои идеи, ну, то есть, они пропихиваются, да? А если у тебя его нет, и ты предлагаешь, ну, как бы, давайте вот так вот будет, может быть, вот так вот, но тебя смотрят, как бы, как на придурка, как будто, типа, ты предлагаешь какой-то сущий бред. Ну, то есть, я снимался там, начинал с сериалов, да, каких-то очень плохих, на мой взгляд. И, ну, как бы, там все было сложно. Там совсем ничего не получалось, и я не понимал, как бы, почему люди не... Готовы это делать. Ну, потому что цель, наверное, все-таки сериалов, которые были в твоей карьере, в начале твоей карьеры, это все-таки какой-то продукт, который не относится к творчеству, наверное, все-таки в некоторой степени, да, просто продакшн, в котором нет времени, возможности для того, чтобы нащупать что-то. Ну, да, там, как бы, есть канал, он... Есть ОТК на канале и так далее. И, как бы, если ты предлагаешь, что тут почему-то кто-то будет делать какую-то алогичную вещь, а, как бы, искусство, оно, в принципе, само по себе алогично. Ну, и действительно, мы снимали, ну, как бы, мы снимали какие-то вещи, даже когда люди были готовы к тому, чтобы, как бы, что-то пробовать. Мы пробовали, да, там, с молодыми какими-то командами, когда это было для каналов, да, и получалось, что, как бы, ну, с каналов приходили, как бы, поручения переделать это и не делать так, как мы пробуем, потому что там это не нужно, есть определенный формат, и нужно работать в определенном формате. Говоря о формате, вот, фильм «Калашников», как тебе кажется, в нем все получилось, на твой взгляд? Ну, тебе надо поговорить с режиссером, с Костей бы, условно, на эту тему, это его кино, и, как бы, вот, что он там себе, какие задачи ставил, наверное, они получились. Я так понимаю, что все немножко пошло, да, наперекосяк, как я понимаю, потому что твоя роль, ты сыграл замечательно, но сам фильм, на мой взгляд, сделан довольно безыскусно, потому что, если говорить о логике, это слишком логическое кино, скорее всего, для того, чтобы оказаться хорошим, оно слишком правильное, оно слишком телевизионное, по-плохому телевизионное, на мой взгляд. Вот ты, как актер, ты чувствовал, что у нас во время съемок как-то меняется немножко дискурс, вот, с того, что это должен был быть фильм Сергея Бодрова изначально, и он как-то вот стал каким-то другим фильмом в конечном итоге? Во-первых, мне кажется, дело не в том, что это должен был быть фильм Сергея Бодрова, и дело не в том, что его снял в результате Костя Буслов, дело, наверное, в том, что это фильм о на данный момент существовании нашей страны, в современной идеологии, да, контролируемой достаточно государственными рычагами, для того, чтобы быть одним из инструментов, да, и в результате, ну, как бы мне, по крайней мере, это так видится, вот, и в результате, как бы, этого получается очень плоско, потому что, ну, я думаю, как бы нет смысла это обсуждать, потому что все, как бы, понимающие люди понимают, о чем идет речь. Это образование. Так точно, без. Не хочешь, значит, учиться. Как не хочу? Я хочу. То есть я готов. То есть если надо, то я готов. Пошли. Ну, в этом тоже есть свой парадокс, потому что Костя Буслов довольно любопытный режиссер, его фильм «Бабло», я помню, произвел довольно сильное впечатление вообще и на зрителей, и на критиков, и как бы этот провал, он не режиссерский провал, как будто бы что-то изначально, вот как будто в этом механизме, вот этом логическом, да, пошло не так. В этом, мне кажется, вообще... Я очень люблю Костю, он замечательный человек, и я правда, ну, как сказать, он очень честный и добрый человек, вот. А по поводу, как бы, того, как мы работали, просто мне все время хотелось героя сделать более неправильным, ну, не, как сказать... Неканоничным. Нехорошим. Да. Да, потому что, ну, как бы, когда герой совершает куча, как бы, поступков хороших, да, он должен быть нехорошим, и наоборот, как бы, герой... Ну, то есть, только на этом контрапункте будет возникать какая-то, как бы, искра и правда. Вот, а там получалось, что он, в принципе, такой, как бы, себе хороший, ну, и, то есть, все время, как бы, шагая в сторону того, чтобы, как бы, сделать его неполноценным, нехорошим, с какими-то комплексами, с неправильными поступками, с, как бы, не видящим ничего вокруг себя и там еще что-то, как бы, ну, как бы, естественно, я сталкивался с тем, что, как бы, Костя, ну, и еще определенные люди вокруг говорили, что, ну, это таким героем не может быть, ну, что это не так, вот. Ну, и я понял, что, как бы, это была моя ошибка в том смысле, что я думал, как бы, определенным образом видел героя, да, и мне казалось... Хотя он был иным сценарий, и мне казалось, что мы можем, походу, ну, как бы, переделать это, но это было нечестно, потому что, как бы, наверное, если я иду, как бы, работать... Короче, я стал внимательнее к сценариям и к отбору, ну, того, что приходит, потому что, идя в такой фильм работать, нужно работать было так, как предлагается тебе это делать, а не пытаться переделать людей под то, что ты придумал, потому что не ты режиссер, как бы, ну, вот так вот, такие вот я есть выводы для себя смог сделать после этого. Ты сам пробовал что-то писать? У меня такое ощущение, что у тебя есть такое желание или снимать, у тебя нет таких амбиций. Я не знаю, а почему у тебя есть такое ощущение? Ну, потому что ты, с точки зрения актера, ты все равно как-то чересчур, что ли, активно... Больше, возможно, даже, чем режиссер думаешь над тем, каким должен быть герой. Не все режиссеры думают над тем, какой должен быть их герой, поэтому в институте нас учили думать самим и вкладывать эти мысли в головы режиссеру. Ну, то есть, первое, что ты должен понять, увидеть, да, как бы, готов ли режиссер, ну, как бы, творить и работать, да, в полной мере. Представляет ли он из себя какую-то большую творческую единицу, да, или вообще какую-то творческую единицу? Если да, то, естественно, ты идешь за ним, и вы вместе все делаете. К сожалению, или к счастью, не знаю, таких режиссеров не так много, да, но их и не может быть много, то есть, хорошие режиссеры, наверное, рождаются, там, раз в какое-то время, да, и так же, как хорошие музыканты и хорошие, наверное, актеры и художники и так далее, правильно? И если, ну, и как бы, когда нас готовили к тому, что это будет наша профессия, нам говорили, что, как бы, за вашу жизнь вы, может быть, сделаете, там, одну, ну, если повезет, две роли, которые останутся после вас, и если это будет так, это суперкруто, но готовьтесь к тому, что вы ничего хорошего не сделаете, и вам никогда не попадется тот режиссер, который, как бы, поведет вас куда-то, приведет и так далее. Поэтому думайте сами, разбирайте все сами, и делайте так, чтобы режиссеры думали, что это они это придумали. Вот, как нас учили. Вот, со временем, как бы, что-то из этого оказалось правдой, что-то неправдой, и одно могу сказать точно, ну, как бы, отвечая на твой вопрос, что, как бы, наверное, я все время сам, как бы, разбираю себе то, как я бы снял это кино, то, каким должен быть этот герой и так далее. И дальше у меня, как бы, есть план, по которому я готов идти. И, как бы, чем дальше, тем больше я понимаю, что, ну, как бы, больше, как бы, есть возможности отклоняться от этого плана, ну, каждую секунду готовым к тому, что может поступить какое-то клевое предложение, которое должно изменить твой план. А были ли в твоей фильмографии такие случаи, когда ожидания совпадали с реальностью, когда вот ты понимал, что то, что ты играешь, то, что ты видишь, потом появляется в фильме в итоге, и в конечном результате ты видишь фильм, который ты видел, когда читал сценарий? Бык. Это, что ли, ваш бык? Дальше что? То есть ты шел за режиссером Борисом Акоповым, и у вас получилось? Ну, это так как-то на пробах так уже получилось, то есть он дал сценарий, я его прочитал, когда я его прочитал, я сразу его уже сыграл и понимал, как бы, что надо... Ну, как-то сразу, где стало все понятно, я понял, что нужно его только сыграть, то есть там было все придумано, все готово, как-то совпадало что-то внутреннее у Бори и у меня относительно этого сценария. Наверное, я не очень правильно сказал про то, что нет хороших, не так много хороших режиссеров, да? Потому что, мне кажется, там не это важно, ну, потому что не я, про кого сказать, что он хороший режиссер или хороший актер, просто каждый человек индивидуален, потому что, мне кажется, это как-то очень обидно получилось, неправильно. Каждый человек индивидуален, и от этого, как бы, каждое кино и каждая работа тоже индивидуальны. Просто не всегда, как бы, у людей есть план, как это делать. Наверное, поэтому я придумал свой план, как-то, типа, запасной. Вот, но самое крутое – это наблюдать за тем, как рождается что-то. Получается ли у людей делать то дело, которое они делают, или не получается. Из этого всегда что-то вырастает, иногда кривое, но особенное, ну, как бы, вот, лишь бы, как бы, вырастало, лишь бы люди давали возможность чему-то вырастать. Вот так вот. Но есть же объективно плохие фильмы, вот, ну, как бы, чего скрывать, правда? Но есть же объективно плохие фильмы. Да, ну, просто часто ты снимаешься в плохом фильме, понимаешь изначально даже, что это будет плохой фильм, и все равно снимаешься там, ну, у меня так, по крайней мере. И в этом нет ничего плохого, потому что жизнь идет параллельно с этим фильмом. И ты, снимаясь в плохом фильме, что-то понимаешь, все равно что-то происходит, ну, как бы, что-то вырастает, что-то понимаешь. И, в конце концов, фильмов-то всех этих не останется. Потому что не в этом, не суть в том, чтобы создать какое-нибудь гениальное произведение искусства. Мне хотелось про этот фильм Калашников делать, вот этого, ну, как бы, героя. Про то, что суть не в том, чтобы что-то создать, чтобы что-то получилось гениальное, а в том, чтобы осознать саму жизнь, чтобы понять, что, вау, я живу жизнь, я ее проживаю, вот я уже прожил часть жизни, а я не понял даже этого, что я ее прожил. Когда ты играл в фильме «Союз спасения», ты понимал, что снимаешься в плохом фильме? Ну, да. Ну, как бы, я понимал, что мне никто не давал сценарий, я его особо не просил. Параллельно мы снимали «Быка», чем я горел. Просто так получилось, что, ну, параллельно совпали съемки с «Союзом спасения». Как бы, никто меня особо не знакомил и не вовлекал в процесс. Это, как бы, было большое параллельное кино, параллельно со мной существующее, да, как бы, в котором я был микро-шестеренкой, как пуговица на мундире кого-нибудь. Вот. И это, как бы, правильно, с одной стороны. С другой стороны, как бы, краем уху узнавая, как бы, сценарий, я понимал, что что-то как-то непонятно про что. Господа, давайте взглянем правде в глаза. Мы окружены. Когда кто-то что-то контролирует, оно не может быть полноценным. Потому что кино должен создавать один человек, режиссер. Только он. Если, ну, или иногда, там, это могут быть, там, братья или двое людей, да, единомышленников. Если туда вмешивается чуть больше людей, а, ну, как бы, в известных случаях это чуть больше, чем чуть больше, и еще больше, чем чуть больше. И, соответственно, кино получается не высказыванием, не произведением искусства, а неким, некой статьей в газете. В вагонном метро, да, куда зашли много людей одновременно. Просто с «Союзом» такая интересная вообще история. Как мне кажется, на монтаже, как бы, фильм был уничтожен. В сравнении с тем, что было снято и как играли актеры, потому что, мне кажется, играли актеры все, понимая, что они играют в важные вещи, понимая, какую они несут в себе эмоцию, какое настроение. Ну, когда появляется Нирвана в кавере, становится немножко странно, потому что, мне кажется, драматический вообще накал бы в фильме, он был гораздо бы сильнее, если бы все было в тишине. Если бы вот люди, которых убивали ядрами вот этими, которые разрывают тела, это происходило просто в тишине под звук падающих снежинок, топота людей и прочего. Такого иммерсива какого-то, да, который бы сделал это живым. Ну, понимаешь, как бы, большинство людей, почти все люди с тобой согласны и понимают это, создававшие это кино. Тем не менее, оно другое. И чем больше мы сейчас будем его обсуждать, тем в большие тупики мы будем в эту тупик заходить. Все все понимают, все так и хотели. Скажи, пожалуйста, роль мечты, она вообще существует? У кого-то, наверное, существует. У тебя нет? Нет такого, что ты хочешь сыграть Ричарда Третьего, например? Очень бы хотел Ричарда Третьего сыграть. Это один из интереснейших персонажей. Нет роли мечты, потому что Ричарда Третьего можно сыграть в любом персонаже. Да, это интересно. А есть ли роли, которым ты завидовал? Нет, нет, потому что нельзя запланировать и сделать именно это. Ну, то есть, там, когда я говорил про БК, что ты спросил, типа, что вот ты запланировал, а оно вот так и получилось. Но это только на уровне ощущений, да? Но не на уровне, типа, я вот запланировал здесь вот так, а тут вот так, а тут вот так. Да, все так и получилось. Это наискучнейшая становится работа, когда есть план, ты по нему идешь. То есть, план он не в том, чтобы физически выполнять какой-то, ну, то есть, план он во внутреннем векторе, который здесь как бы намечен. Ну, не в нормативе, конечно, не физкультурный, не физкультурный норматив. Это совершенно другая эссенция, как бы, вообще. Нету роли мечты. Какая вообще самая сложная черта в актерской профессии? Вот что реально сложное? С чем приходится бороться? Может, с чем ты боролся на ранних курсах своей учебы? Самое сложное, лично для меня, это тщеславие, огромная ярмарка тщеславия, в которой ты так или иначе находишься. Потому что чем... Ну, мне кажется, это плохо, это тормозит любого человека, не дает ему как раз возможность увидеть мир, когда ты циклишься на том, что якобы есть ты, и ты что-то значишь, и так далее. Так как людям, ну, нужно какое-то физическое воплощение каких-то идей, да, то есть, для этого, как бы, существует какой-то герой тот или иной. И потом, когда фильм выпускается, начинается интервью, и это все сводится к твоей личности, и ты думаешь, что она как-то важна, потому что очень много внимания в этот момент к тебе, каких-то фотосессий, красных дорожек, фестивалей, вопросов, звонков и так далее. Но, по сути, все это нужно только для того, чтобы, как бы, продать фильм, рассказать о нем, и ты просто тот, кто наглядно может сделать это. Ты и режиссер, ну, и продюсер иногда. Ну, то есть, это вот то самое испытание медными трубами, когда все вокруг трубят о том, что ты какой-то важный, вот. И, как бы, вернуться после этого к чему-то нормальному очень сложно, и непонятно как, в том смысле, что, как бы, тебе хочется от этого, ну, как бы, спрятаться и сказать, что, да ладно, успокойтесь, как бы, это не так. Тебе пишут люди потом, фильмы выходят, люди пишут, ну, им нужны ответы на какие-то вопросы, ты им кажешься очень мудрым и важным. Хотя это тоже не так, да, там, не то есть люди путают персонажа с тобой, с твоей личностью. У тебя бывали такие случаи, когда тебя писали в личку где-нибудь в директе, типа, я вот считаю, что ваш герой мудак, и мне кажется, вы тоже. Бывает такое, случается? Ну, очень редко, то есть обычно люди об этом не пишут, а, как бы, пишут только, как бы, чему-то хорошее. Но, на самом деле, самое интересное, это конструктивный разнос, ну, то есть для меня лично, потому что, и они поступали очень много, ну, то есть как много, бывали такие разносы конструктивные, когда я понимал, что почему-то человек мне решил написать о том, что я не умею, неправильно делаю вот это, что я неправильно преподношу вот это, что вот это я вообще не знаю, говорю о том, чего не знаю. И, конечно, это самое полезное, потому что, ну, как бы, это такой конструктивный разнос. Ну, почему кто-то должен это делать? То есть, по сути, человек, там, люди сделали мне одолжение, да, разнесли меня и помогли мне, ну, как бы, над чем-то поработать. А так, как бы, ну, зачем людям это делать? Ну, то есть ты же видишь там, например, что кто-то не очень хорошо кондиционер повесил. Ты же не будешь его догонять и объяснять ему, что тебе надо было сделать вот так, а я тебе нужно было сделать вот так, а зачем ты вот это? Ты, наверное, не научился вот этому. Ну, зачем, как бы, очень странно. Напишите мне, пожалуйста, что я делаю не так, это не бравура, типа, что напишите, что я все делаю так, на самом деле. Потому что я один раз выложил фотку с тем, чтобы мне написали, тоже после какого-то такого разговора, интервью, может быть, я выложил фотку с тем, что напишите мне, как бы, ну, что я делаю не так, как бы, мои ошибки или что во мне плохо, ну, и так далее. И из этого получилось еще, как бы, хуже что-то, потому что люди, потому что люди стали тысячами писать о том, что нет, все супер клево, на самом деле ты супер клевый, и перестань об этом думать. Но я не это хотел сделать, и получилось, что как будто я поплакался, потому что, типа, ребят, что-то я, у меня как будто, типа, какая-то депрессия, вот, подбодрите меня, скажите, что все в порядке. И, ну, как бы, я вообще не об этом говорил. Поэтому и в результате все постоянно сводится в актерской профессии к тщеслаеву, к тому, что, как бы, на тебя направлены стрелы чего-то все время. И тебе все время кажется, что ты в каком-то центре. Хотя это вообще совершенно не так. Поэтому, вот, как бы, отвечая, возвращаясь к вопросу твоему, вот для меня какая главная сложность в актерской профессии. Во время съемок фильма «Аванпост» у тебя было ощущение, что вокруг тебя все делают не так? Или нет? Нет, у меня это вообще ужасное ощущение, и с ним нужно бороться, потому что ты сам все делаешь не так, и не надо думать, что ты что-то правильно делаешь. Ну, то есть, нельзя думать, что, ой, блин, вы все делаете что-то не так. Ну, можно задумываться, наблюдать, делать выводы какие-то потом, да, из чего-то. Но могу сказать, что во время съемок «Аванпоста» существовал некий дисконнект между, внутри группы, между определенными ее частями, да. Вот, и поэтому из-за этого, как бы, не получилось, может быть, исполнить того замысла реализовать, который возможно было бы реализовать. Вот так. Тебя отправят назад, пока мы недалеко ушли. Я спрошу тебя отправить назад! Ладно, лейтенант, хорош. Девчонка, не со зла, мы тут все на нервах. Говоря от тщеславиями, все-таки интересно вернуться к вопросу твоего инстаграма, потому что это очень, мне кажется, любопытный кейс, вообще такой piece of art, то, что ты делаешь, фотографируя людей в какой-то в жутко крупном вообще, в смысле в жутко прекрасном смысле, в крупном размере их лица, как будто пытаясь нивелировать их звездность и сделать их обычными людьми, находя в этом красоту. Или чем ты руководствуешься сам для себя, вот придумывая вот этот, по сути, очень концептуальный арт-проект, которому, ну, место в хорошем в галерее. Без всякой лести, абсолютно, честно, я так считаю. Ну, наверное, это какой-то внутренний протест против глянцевости, то есть в какой-то момент я подумал развиться как актер, ну, как бы как-то поднажать, что-то сделать, подумать о том, что, наверное, надо давать какие-то интервью, а не отказываться от них. Наверное, нужно как бы немножко там это поделать, то поделать в мейнстрим, зайти туда-сюда, фотки какие-то красивые повыкладывать. Вот, я все это поделал, понял, что я себя тотально потерял в этом, ну, как бы, что на самом деле я не этого хотел, хотя и развился благодаря этому, да. Вот, и после этого я удалил инстаграм и, как бы, понял, что, ну, как бы, та самая вот ярмарка тщеславия в первую очередь происходит там, в инстаграме, в моем, который вообще не про меня, а который, как бы, показывает некого актера, что-то вообще непонятное, вот. Ну, и мне, как бы, не захотелось. Вот, и потом, в результате я подумал, как бы, как я встретил очень интересных ребят, ну, в разный период времени, Диму Черного, фотографа, там, Васю Березина, как бы, альтернативщика, который делает на заброшках спектакли. Ну, или не только на заброшках. Вот, и, ну, в общем, разных людей, которые мне показалось, что, вот, как бы, люди реально ищут какое-то искусство на полу. Ну, то есть, потому что искусство, оно, в какой-то момент, вот, вышло на улице, и оно до сих пор там остается, на самом деле. Вот, и, наверное, ну, как бы, может быть, я, как бы, хотелось протестовать против какой-то глянцевости фоток и так далее, и фоткать людей вот так. Что может вызвать у тебя ненависть? Ненависть и гнев – это разные. Ты про гнев или про ненависть? Скорее ненависть. Что ты можешь ненавидеть? Вот, ты понимаешь то, что, и ты чувствуешь, что ты испытываешь к этому крайнюю эмоцию, крайне негативную. Мне кажется, ненависть – это накопленное, накопленное количество гнева. Невыраженного, возможно, да? Чаще всего, да. И мне кажется, что ненависть не может быть вызвана чем-то, потому что она просто, как бы, накапливается. Иногда кажется, что к какому-то человеку, хотя это неправильно, это просто что-то ее формирует, а тебе кажется, что это дело вот в этом человеке, да, или, там, вот в этом явлении, не знаю, или в группе людей. Чаще всего ненависть к людям же, правильно? Да, да. Ненависть к какому-то человеку, что вот все плохое – это все вот из-за него. Хотя это не так, ну, как бы, любой человек, отстраненно, понимает, что это не так. Но, как бы, кто-то заморачивается, да, по ряду причин тяжелой, как бы, жизни и, как бы, начинает кого-то ненавидеть. Это очень губительная штука. Ну, то есть, никому, кроме себя, к своей ненавистью ты сделать хуже не можешь. Ты производишь впечатление человека, который находится в каком-то постоянном дзене, как будто бы тебя невозможно чем-то, в принципе, вывести из состояния умиротворения. Ты способен был когда-то на гнев на съемках? Вот ты чувствовал, что ты гневался, ты ругался на съемках или нет? Конечно, гневался, я ругался. Нет, я, как бы, бывали периоды, когда меня увольняли с фильмов, потому что я неправильно себя вел, ну, как бы, не уважая людей вокруг. Что это за фильм? Да, не важно. Не суть. Просто, ну, как бы, ты идешь по какому-то своему пути, делаешь постоянно ошибки и постоянно на них учишься. Ну, как бы, на данный момент по поводу гнева и ненависти я понимаю, что как только ты чуть-чуть, как бы, их испытываешь, нужно с ними либо выплескивать и решать, ну, как бы, если это гнев, да, с этим что-то делать. Либо, как бы, ну, если ты обнаруживаешь какую-то ненависть, то срочно подсадиться и пытаться разобраться с этим наедине с собой, потому что это заведет в тупик тебя и близких, рядом с тобой, любви. Антон! Лежать! Убьем! Чего тебе сейчас недостает в твоей актерской карьере? Да я вообще не вижу, как бы, актерской карьеры, потому что, как только ты начинаешь думать, вот я думал о карьере пару лет, да, и как только ты думаешь о карьере, у тебя сразу получается, то есть карьера, это такой, это говорит о том, что у тебя что-то может не получиться. Типа, если твоя карьера не будет идти в гору, значит, у тебя что-то не получается. Ну, в общем, мне кажется, что неправильный подход, ну, как бы, к этому. Я подхожу к этому на данный момент, в данном периоде жизни, как просто к некому потоку происходящего. Вот, как бы, что-то происходит, я снимаюсь в каком-то кино или там еще что-нибудь делаю. Вот, и, как бы, ладно, встречаются люди, я с кем-то встречаюсь, кто-то там, ну, как бы, что-то из этого создается, кто-то это получает, кому-то это нужно, кто-то на этом основываясь что-то следующее создает, как мы на чем-то тоже основываясь что-то создаем. Да, и это все взаимный процесс жизни, и потом, как бы, искусство – это только часть жизни, это не вся жизнь, как бы, я вот против вот этого того, что искусство святое – это самое важное и так далее. Ну, как бы, нет, очень-очень много граней в жизни, и нет тут никакого… Мне пофигу на свою карьеру, то есть я, конечно, хотел бы, наверное, куда-то развиваться, но это, наверное, во мне просто говорит, как бы, человек, потому что человек в своей природе хочет куда-то развиваться, хочет больше денег, больше удовольствий, больше авторитета, если там это мужчин, да, да и женщин тоже. Ну, неважно, в общем, от этого, мне кажется, нужно бежать. Какие твои самые любимые фильмы, вот, которые ты не можешь выкинуть из головы на эмпатийном каком-то уровне? Ну, «Брат», конечно, потому что, ну, как бы, из-за вообще Бодрова, да? Больно? Нормально. Сердце только что-то побаливает. Меня, блин, все время спрашивают о фильмах, а я себя в дурацком положении в этот момент чувствую, потому что, мне кажется, я не знаю фильмов, ничего не посмотрел, и, как бы, не могу на этом нормально поддержать, ну, разговоры, потому что часто ты общаешься с людьми, которые посмотрели 99% всей фильмотеки мира, и, как бы, что я могу на эту тему сказать? Ну, там, «Таркос», ну, «Сталкер», наверное, не знаю, из какой-нибудь, «Гарри Поттер», по-своему, наверное, просто так, из-за того, что это детство было, какой-нибудь, какие не могу выкинуть из головы. Наверное, знаешь, дело не в том, что это какие-то особенные фильмы, дело в том, что просто я их смотрел в какой-то период жизни, и поэтому они в меня попали. Там, не знаю, советский фильм «Отраки во вселенной», например, и «Москва-Кассиопея», если ты смотрел, там, «Советская фантастика». Вот, ну, как бы, фильм-то, ничего в нем особенного нет, но, просто, единственное, там, интересно, там, этот, персонаж Смоктуновского разговаривает по такому зеркальцу, как бы, как по фейстайму. Ну, то есть, он разговаривает, типа, с другой планеты, с другими людьми, и они, как бы, как по фейстайму разговаривают по такому окошку. Просто смешно, что это уже тогда, как бы, материализовали, а мы только сейчас, как бы, к этому пришли. Простите, у вас крепкий табак. Самая красивая актриса, по твоему мнению? Не знаю. Это, понимаешь, какая-то глупость, мне кажется, нельзя про женщин говорить, выделяя кого-то. Хорошо. Скажи, а можешь продолжить предложение? Я бы никогда не сыграл. Блин, ну, не знаю, как коротко ответить, потому что долгий разговор, как бы, навязываться о том, вообще, что такое играть, и, как бы, и что дело не в том, что, как бы, не важно, кого играть, а важно, с кем. И тут, как бы, ну, долго, в общем, я не знаю, просто про что интереснее поговорить. Ну, потому что, ну, нету, типа, если ты хотел, если ты имел в виду, как бы, какого героя, типа, я никогда бы не сыграл. Ну, из каких-то морально-этических принципов, не знаю, там, я бы не сыграл маньяка или какого-то живодера, или, не знаю, не сыграл бы какого-нибудь политического тирана. Нет, я бы не хотел играть наоборот. Все эти люди невероятно интересны, и как раз их играть хочется с той точки зрения, что маньяки, живодеры, тираны – это как раз те люди, которые, препарируя которых, можно сделать работу над ошибками и, как бы, дать возможность людям шагнуть вперед, да, в результате. Потому что все, что с нами происходит, происходит, как бы, сначала внутри нас, а потом, как бы, выходит наружу. И посредством, как бы, именно маньяков и, там, тиранов, оно и выходит наружу. То есть, когда ты внутри плохо думаешь, кого-то предаешь, кого-то убиваешь внутри себя, ты не делаешь меньший, меньший вред, чем другой человек, делая это вовне. Ну, то есть, здесь, наяву. И поэтому, как бы, глупо осуждать какого-то маньяка, который убил какое-то количество людей, если ты сам внутри, ну, как бы, тоже их убил. Вот. И потом, ну, как бы, каждый тиран или маньяк – это, опять же, набор факторов жизненных, которые очень важны, ну, то есть, очень важно, как бы, понимать, как, что, на что влияет, чтобы пытаться делать какие-то следующие шаги. Скажи, а что бы ты изменил в российской киноиндустрии сегодняшней? Понимаешь, индустрия – странная штука, потому что это, ну, как бы, это американская форма, капиталистическая, да? Это тогда, когда фильмы приносят деньги. Фильмы приносят деньги тогда, когда они, ну, то есть, как они приносят деньги? Люди идут в кинотеатр, да, это же, ну, театральный прокат, ну, или, там, платформенный, да, например. И, типа, если фильм денег не принес, значит, он неуспешный. Но очень много фильмов не приносят деньги сразу, то есть, им нужно время прорасти. Таким образом, как бы, на обочину попадают большие художники, да, которые вынуждены адаптироваться под капиталистический подход к искусству. А то, что сейчас происходит с русским кино, мы, как бы, немножко становимся американским кином, как бы, в попытке создать индустрию в нашей стране. И, в принципе, получается, да, индустрия развивается, но она развивается в сторону кино как развлечения. И зритель адаптируется к кино как к развлечению. Вот. У нас была другая, как бы, проблема кино как пропаганда, да, которая, в принципе, не исчезла, да, в Советском Союзе. И одновременно с этим был Тарковский, которого смотрели по подвалам и хотели это смотреть, и, как бы, на этом вырастали художники. Короче, как бы, что бы я изменил в индустрии, да, слишком пока я маленький и неразвитый, чтобы что-то понимать и предложить какие-то изменения. Как только пойму, наверное, предложил. Нет. Рано мне еще. Скажи, а вот тебе сейчас, как ты понимаешь, интереснее где все-таки в зрительском кино или все-таки в арт-хаусе, как я понимаю, как и в Герде, и как в Елене, и в других твоих работах таких вот авторских? Я бы не назвал и Герду, и Елену арт-хаусом, потому что... Может быть, я неправильно понимаю это слово, наверное, это нужно так называть, но для меня, как бы, почему-то арт-хаус стало каким-то ругательством, непонятно. Типа, арт-хаус – это странное, непонятное кино. Но вроде как красивое, глубокое. Вот, поэтому, ну, то есть, мне кажется, Елена, если как бы в этом ключе, да, понимать арт-хаус, то... Потому что я его чаще всего слышу как ругательство, к сожалению. Ну, как коннотацию, как бы, уже приобрело негативную такую, да, некоторую. Ой, ну, вообще, какой-то арт-хаус. Вообще, посмотри, это вообще полный арт-хаус. Ну, как бы, типа, ты же не говоришь, что... Посмотри, это мейнстрим. Или, я не знаю, посмотри, это... Ну, или там еще какие-нибудь... Я, к сожалению, говорю в силу профессии, но в целом, да, конечно. Хорошо, давай так, перестроим вопрос немножко. Кино, которое... Не, я понял, я понял, про что ты хочешь спросить. Да. Типа, в какой нише мне интересен развиваться? Кино за 200 лямов или кино за 25? Смотри, как бы... Каждый человек делится на... Знаешь, такой мультик, где в голове сидят разные эти эмоции, или кто там... Головоломка. Да, да, да. Пиццер, да. Ну, вот, как бы, если вот так представить, то, естественно, как бы часть меня говорит о том, что надо идти, как бы, в мейнстрим, зарабатывать там бабки, чтобы... Ну, как бы, естественно, человеческое, наверное, как бы желание какого-то дома, не знаю, машины, там, купить хочется, там, дом, да, купить хочется родителям, там, машину и дом, хочется, чтобы у детей все было, там, да, ну, как бы все какие-то обыкновенные штуки. И для этого, как бы, нужно сделать ряд шагов для того, чтобы, как бы, заработать эти деньги, вырасти как единица капиталистического труда и, как бы, зарабатывать больше денег в результате. Другая сторона кричит о том, что это неправда, это все, как бы, ложь и предательство. Нужно, как бы, идти, отказываться от всего дерьма, как бы, идти только за настоящими, как бы, художниками, залезать в подвалы, ну, как бы, не вылезать, не заниматься никогда рекламой, не соглашаться на, как бы, кино как пропаганду, не, как бы, на, ну, как бы, не поддаваться, не быть, ради, что ничьим рычагом, да, находиться в поиске, как бы, уничтожить, как бы, себя, как единицу капиталистического труда. Да, и, естественно, как бы, куча промежуточных у этого всего, как бы, граней существует, ну, и, естественно, как бы, есть какой-то примиритель всего этого, который, как бы, говорит о том, что, так, не горячись, как бы, жизнь, она проходит в середине, как бы, всего этого, всех этих взрывов, что ты можешь делать и то, и то, и пытаться, как бы, идя туда, это не значит, что тебе нужно полностью, как бы, все отрицать или на все соглашаться и, наоборот, там, да, и, собственно, вся, наверное, твоя жизнь, и ты, как личность, и состоишь из того, что ты, как бы, постоянно находишься в выборе между двумя противоположностями, которые, как бы, для тебя очевидны. Ну, как бы, и у меня тоже самое, не исключение, я постоянно делаю выбор то туда, то туда, и постоянно пытаюсь, как бы, найти эту середину какую-то. Скажи, сколько, примерно, сценариев в месяц ты получаешь, и от какого из них количества отказываешься? 15, 20, ну, отказываюсь от 14. Это вместе с сериалами из федеральных каналов, как бы, все вместе? Да, да, все вместе. Ну, естественно, как бы, половина из них сразу идет в топку, потому что, ну, это какие-нибудь сериалы с непонятных, ну, как бы, все понятно с этим. Вот, как бы, часть, ну, я смотрю, пытаюсь понять, что это такое, почему, как бы, я об этом человеке раньше не слышал, вроде, как бы, ну, знаете, либо ты смотришь, как бы, о человеке раньше не слышал. Вопросик. Сценарий. Ага, понятно, все, уходит. Как бы, либо, как бы, о человеке не слышал. Сценарий. О, сценарий интересный. А почему о человеке не слышал? Пытаешься разобраться, как бы, что к чему. То ли первая работа, то ли, как бы, не давали делать, то ли, как бы, разбираешься, разбираешься, разбираешься. Ну, и один раз из ста, вот в таких спорных случаях, окажется, что да, ну, как бы, вот оно. Но, как бы, в 99 из ста, если не дебют и не слышал, то, как бы, наверное, нет. Готов ли ты сняться, например, бесплатно у кого-то в коротком метре, если тебе понравится сценарий какого-то студента? Да, конечно, если, как бы, ну, будет взаимный интерес, потому что часто просто, ну, очень много приходит, ну, с дебютов, да, и сценариев короткометражек, вот. Но очень-очень редко это вызывает интерес, потому что это вообще отдельная, очень сложная штука в короткометражке, потому что в ней, ну, блин, в короткометражке, на самом деле это хорошо с друзьями делать в короткометражке. Короткометражка это такая лаборатория, и она должна быть лабораторией, потому что если человек готов делать готовый продукт, да, то зачем короткометражка, надо снимать полный метр. Вот, а если это лаборатория, большой-большой вопрос, ну, как бы, как узнать, типа, посредством этого наделать кучу ошибок, да, как бы, потратить, там, неделю времени и ни к чему не прийти, а просто познакомиться, сблизиться с какими-то людьми, ну, иногда, может быть, а может быть и не надо, потому что, как бы, куча друзей тоже что-то предлагает, и есть возможность с ними это делать, да. Давай напоследок я вот тебя спрошу, вот, если бы у тебя сейчас была возможность, если бы тебе дали бюджет на любой фильм, о чем бы это кино, о чем бы ты его снял? Какая-то вещь в тебе сейчас тебя беспокоит, которую ты хотел бы выразить не как актер, а как автор, как художник? Наверное, дело не в том, что у меня нет денег, просто пока я не сформулировал этого, и, может быть, никогда не сформулирую как режиссер, ну, если ты говоришь об этом, вот. Ну, опять же, повторюсь, я не стремлюсь снять кино или сняться в каком-то кино, просто так складывается, и, наверное, поэтому так должно быть. Жизнь для меня первична, нежели все остальное. Спасибо большое, Юр, за разговор, спасибо, что уделил нам время. Спасибо. Ну, че, как я? Нормально, цивил. Вообще, голливуд.